всем привет вы на канале вышивка плюс меня зовут инесса и сегодня я начинаю снимать фрагменты видео рукодельной недели то есть все фрагменты будут собраны за неделю вы посмотрите какие я процессы вышиваю я люблю их чередовать на прошлой неделе я усиленно вышивала золотое руно видео есть на моем канале а также вышивала от фирмы жар птицы на пластиковый конвей вот такую весеннюю матрешку у меня закончилось видео как раз я вышивала вторую половину пока вы смотрели видео о вышивальной неделе предыдущей я до вышивала эту матрешку сделала бэкстич вот здесь на задней половинке очень красиво получился веночек волосы но обалденно проработана схема очень нравится мне вот эти наборчики от фирмы жар птица обязательно на этой неделе планирую оформить вам покажу надеюсь в этой вышивальной неделе в конце вы уже увидите оформление вот этой работы и начну я следующую планировала я вышивать матрешку еще одну из этой же серии их 4 4 сезона на думала буду вышивать летнюю матрешку следующую но у жар птицы вышли новинки кактусы такие шикарные кактусы кто подписан на мой канал уже наверняка видели пока выйдет это видео о вышивальной неделе уже зрители увидели мои покупки новинки от фирмы жар птица и конечно же я хочу вышивать кактус поэтому внепланово будет он вышит я не знаю один или все но в общем как пойдет может быть буду чередовать один кактус одну матрешку не знаю но очень мне понравились эти новинки кактусы новые зрители кто еще не подписан на мой канал не забывайте подписывайтесь чтобы не пропустить видео в общем пока я откладываю эту матрешку и приступаю к вышивке вот этого кружевного букета а также вышивальной недели я разворачивала уже было у меня такое видео на природе когда я вышивала я развернула показала на какой стадии он находится и планирую его повышивать этот процесс у меня был как дорожный но сейчас я беру вот эти маленькие процессики на пластиковой конве как дорожный а кружевной букет уже год лежит у меня не востребованный но я хочу чтобы он продвигался поэтому буду вышивать его дома на этой неделе сейчас покажу на какой стадии я нахожусь у меня вот эта часть уже вышита и сейчас я вышиваю вот этот цветок верхний вот у меня здесь листочки и вот он один цветок и вот здесь вот будет второй ну в общем сколько я на вышиваю за вечер а я вам покажу вот чуть-чуть уже у меня начат этот цветок и вот здесь я захватила один листочек то есть получается что вот этот листочек я уже захватила вышивается на конве 14 каунта вышивается легко на вышиваю я его в два прокола потому что канва здесь у меня мягкая канва цвайгард я ее сама заменила была белая основа но я заменила на основу кофейного цвета это не молочный молочный он светлее этот чуть-чуть тон потемнее я его называю кофе с молоком но наверное он для кофе с молоком все таки светлый ну в общем ладно пусть будет такого светло кофейного цвета цветы выглядят намного темнее чем на превью но надеюсь когда будет готовая работа издалека все будет смотреться прекрасно еще раз напомню для тех кто первый раз видит эту картину а что я похожую вышивала вот у меня висит картина от фирмы реолис вышивалась на 16 аиде вот смотрите здесь тоже очень много вот таких же темных участков если показать ближе вот участки видите какие они темно-коричневые особенно вот этот цветок который находится не на переднем плане а в тени до которые на переднем плане вот они немножко посветлее но опять же белого цвета здесь было очень очень мало и когда вышиваешь эту работу в итоге кажется что эти розы не будут смотреться белыми основа здесь также такого светло кофейного цвета но этот ближе к молочному все-таки немножечко посветлее точно такого же оттенка у цвайгард я не нашла у реолис канва своя мягкая и немножечко оттенки отличаются но все-таки более менее похожую я нашла и думаю что готовый результат у кружевного букета будет нисколько не хуже чем эти белые розы атриолис все цветочек у меня этот закончен вышиваю я где-то два два с половиной часа но времени засекала точно я прерывалась поэтому наверное чистого времени два часа и у меня цветочек вот этот вот готов так что я сейчас буду передвигать пальцы и вышивать дальше так этот нижний у меня по моему уже вышит ну будет дальше листва вышиваться а вы знаете я оставила вот этот кувшин я его еще не вышивала я его оставила напоследок сначала решила вышить весь букет а потом уже двигаться вниз продолжаю свою вышивальную неделю девчонки три дня вышивала кружевной букет не показывала отчет потому что думаю ну что я буду каждый день показывать продвижение я вам покажу сразу продвижение за три дня и обязательно в конце видео вы увидите мы как раз с вами сравним то что было в начале и то что у меня получилось в конце недели но честно скажу устала вышивать одно и то же хотя хотя очень хочу быстрее закончить кружевной букет и увидеть результат ну ладно кружевном букете будет еще в конце видео фрагмента сейчас я хочу приступить а вот к этому наборчику от фирмы жар птица подробный сейчас обзор я делать не буду потому что я сняла отдельное видео а те кто не видел могут посмотреть в предыдущем видео потому что я купила не только этот один набор а новинку от жар птицы а купила три набора и делала тоже обзор на магнитики от жар птицы и в предыдущем видео как раз вы сможете посмотреть если вы не видели а вот она на этой неделе как раз хочу приступить к вышивке и я думаю что следующую вышивальную неделю как раз мы с вами начнем а вот с этого наборчика мало того что мы начнем его с этого наборчика мы еще с вами будем сшивать вот эту матрешку потому что я уже ее вышила до конца до конца вышла и мне нужно ее шить вырезать и вот как раз я думаю что следующая неделя у нас с вами начнется вот с этих наборчиков от жар птицы но опять же подробности я рассказываю в предыдущем видео которое называется новинки от жар птицы вот видите девочки как происходит в начале видео я говорила что вот эти матрешки буду оформлять на этой неделе но к сожалению не хотелось мне их оформлять мне хотелось как можно больше вышить кружевной букет но они только в оренбурге в других регионах тоже наверняка стояла жара более 30 градусов у нас было 35 36 но хоть дома у нас кондиционер но мы все-таки выезжали на дачу и как-то не очень хотелось мне заниматься творчеством на канале жили были я показываю наши выезды на даче и при такой жаре как-то было тяжеловато работать ну и приезжаешь домой хочется отдохнуть а когда мне хочется отдыхать я беру какие-нибудь попроще вышивки где все вышивается крестом в две нити и шпарю вот но у меня так девочки вот когда я отдыхаю а когда у меня есть настроение то я берусь либо оформлять работы либо вот допустим сшивать но это тоже оформление да либо сшивать вот эту матрешку бы я взялась вот но как-то не хочется ну вот не хотелось видите как строить планы до начале недели планов было громадью а в течение всей недели я только вышивала кружевной букет но она я все-таки очень хорошо продвинулась кружевном букете и вы сейчас увидите что у меня из этого вышло вот что у меня получается так не хватает высоты штатива так я сейчас возьму камеру покажу издалека на штативе правда удобнее вам смотреть с рук немножко дрожит но не умещается у меня в кадр поэтому придется снимать все это с высоты так вот превью вот так сумочка у меня не от этого набора не от набора нитокс от наборов мари искусницы уже ни одну вышивку у меня пережил пережила эта сумочка теперь у меня там набор нитокс вот смотрите что у нас на превью вот размер да а4 и видите какая огромная получается картина в общем сейчас я более-менее уже могу посмотреть что получится если мы будем вот так смотреть издалека я уже получается смотрите уже вышиваю здесь дошла вот до этого цветка то есть еще чуть-чуть и у меня останется ваза и вот здесь внизу да смотрите получается что я уже близка к завершению не зря я потратила вышивальную неделю на этот набор который у меня уже лежал целый год и хоть и видео получится короче чем другие видео о вышивальной неделе но зато есть заметные результаты ну да интереснее смотреть когда меняются процессы у меня есть вышивальная неделя 7 дней 7 процессов и мне самой интереснее смотреть такие видео когда разные процессы но вот пришло такое время когда мне хочется завершить что-то и если мне нужно завершить я себе ставлю такую цель то я прерываюсь только вот на такие маленькие сюжетики а в основном вышиваю один набор это вот к слову о моей ротации да понятно что я могу развести и расплодить процессов кучу но все-таки настает такой момент когда мне хочется готовую работу посмотреть и вам показать и тогда я все силы бросаю на какой-то один процесс то есть вот если я выделила эту неделю хотелось мне вышивать только это я вышивала только это не знаю насколько интересная получилась эта вышивальная неделя но как видите я близко к финишу девчонки на самом деле у у меня горит горит мне не терпится посмотреть что же будет в готовом виде очень много я переживала по поводу этой работы очень много противоречивых мнений по поводу этой работы то есть смотрите если мы будем разглядывать ее вблизи посмотрите какие огромные участки зашиваются коричневыми нитками вот я например вышивала этот участок девочки у меня прям настроение испортилось думаю какая-то ерунда а дальше перешла вышивать листву такие резкие переходы вышиваю думаю какая-то ерунда вот пожалуйста белый цветок коричневые нитки голубые серо-голубые белые думаю боже мой это что же это за белый цветок с такими цветами да и многие из вас вот сейчас видят на макросъемки скажут боже мой какой кошмар но я под видео оставлю вам ссылочку на канал татьяны лозовской она оформляла эту работу на разных основах и вы сможете посмотреть как выглядит эта работа готовая оформленная собственно когда я увидела видео татьяны лозовской тогда я и захотела вышивать этот набор и я его купила в принципе еще на ютюбе татьяна дальневосточница по моему вышивала тогда этот набор вот и тоже результатом довольно вот надеюсь я правильно произнесла название канала но то что у татьяны лозовской в разных вариантах точно есть и ссылку на ее видео я оставлю можете посмотреть тех кого еще смущает что получится в итоге можете посмотреть я не знаю разные нитки в наборах или одинаковые пишут мне я уже говорила да пишут что если основа белая там одни цвета ниток если основа молочные другие цвета ниток я заменила белую основу на вот такую кофейную я уже рассказывала здесь у меня была белая основа не хотела я вышивать на белый и некоторые уверяли меня что здесь другие нитки девчонки здесь нитки пнк я не знаю зачем менять другие нитки я думаю что это неправда потому что палитра пнк она не такая большая как палитра других фирм производителей и там нет такого огромного выбора чтобы просто их как-то заменить я именно по этой причине хочу быстро дошить этот набор оформить чтобы вы издалека увидели что же получится и мне самой хочется убедиться девочки честно скажу целый год вышиваю эту работу я переживаю я устала переживать я хочу просто быстро ее завершить и оформить в общем вот так я борюсь со своими сомнениями то есть надо доделать зачем паниковать раньше времени нужно доделать оформить и тогда уже вместе с вами сделать какие-то выводы в общем таким образом я решила ускорить но что хочу сказать вот сейчас я смотрю издалека там кстати смотрите у меня сколько разложено я снимала видео про жарпти про жарптицу снимала видео посылка от мир вышивки и финал видео снимаю вышивальной недели потом все вот еще разбирать вот это мне нужно в общем решила я доснять сразу финал и приступить вот к этой работе отдыхать буду я немножечко вот от этого процесса так но вот смотрите да издалека а конечно когда я постираю поглажу оформлю и поставлю ее картину сейчас некуда мне поставить если только ее куда-то подальше подвесить ну ладно алина у меня уже спит я бы могла сказать ей дочь подержи издалека я посмотрю а вот пока так на столе снимаю но когда будет оформлена да классно же будет посмотреть ее вот издалека поставить ее оформленную и посмотреть но вот я сейчас уже даже вижу что она особо не отличается от превью вот я думаю что вы тоже сейчас это видите я немножечко успокоилась вот когда сейчас я стала снимать это видео я немножечко хотя бы успокоилась что картина не будет сильно отличаться просто смотрите в чем разница здесь мы видим мелкий рисунок и мы вот этих переходов просто не замечаем но они действительно есть вот эти резкие переходы картинка очень уменьшена если ее увеличить до таких размеров естественно а будут вот такие большие цветовые пятна и будут вот такие яркие переходы поэтому когда мы говорим что они мы некоторые зрители говорят что превью нам отличается сильно от оригинала это не так просто здесь все уменьшено а здесь все крупно увеличено все то же самое только увеличена вот но издалека все будет смотреться вот абсолютно так же я почему-то в этом уверена напишите свои впечатления что вы думаете по этому поводу все заканчиваю я это видео о вышивальной неделе и завтрашнего дня уже начну снимать новую вышивальную неделю подписывайтесь на канал всем желаю удачи с вами была инесса пока пока